Здравствуйте еще раз! Это Виктор Медушевский, психолог компании SmartKurs. Я сегодня буду продолжать помогать вам понимать подростков. И, как я уже говорил, каждое видео это одна идея. И вот сейчас я вас познакомлю еще с одной идеей о том, что происходит с подростком, почему мы часто его не понимаем или почему он ведется таким образом, что мы даже драгиваем или не понимаем его в ответ. Давайте вспомним урок химии или физики. Это такая колба. В каком-то смысле можно представить себе, что подросток это колба. Нет, в эту колбу заливаются разные-разные жидкости. Ну, например, как вы знаете, с подростками происходит гормональные изменения. Да? Они заливаются в эту колбу. А в эту колбу, а с другой стороны, заливаются биогенические изменения. Рост костей, рост мышечной массы, рост мозга. Сюда ему заходят, подростку заходят сведения от сверстников, сведения, которыми родители его не снабжают. Он что-то узнает от других людей про то, как устроена жизнь. Потом сюда заходят школьные уроки, вообще вся школьная жизнь. Короче говоря, представляем, да? Подросток это колба, в которых происходит много-много процессов. Много-много процессов. Что мы знаем про колбу? Когда там происходят процессы, там когда-нибудь произойдет реакция, да? То есть есть процесс в колбе, а есть реакция. Когда происходит реакция, что-то происходит, какое-то изменение, да? Например, что-то такое появляется. Как это относится к подростку? Ну вот, например, вы разговариваете со своим ребенком, дочкой, сыном. И в этот момент вам кто-то позвонил. Вы отреклись на какое-то время. Алло, я перезвоню, даже если это 5 секунд. Поворачиваешься к подростку. И вам кажется, что вы говорите с тем же самым человеком. Но вы не знаете, что в этот самый момент в колбе что-то могло перетечь и произойти реакция. То есть на одну секунду достаточно, чтобы вы вернулись к человеку, которого вы сейчас в данный момент не знаете. Это может звучать несколько стран. Но вы же не откажетесь утверждать, что подросток не изменяется. Подросток находится в самом эпицентре развития. Вообще подростковый возраст – это возраст качества изменений, да? То есть эта колба – это как прообласть. В ней всегда происходят какие-то изменения. Можно даже так сказать, что вы подростка не всегда знаете. Он лег вечером в одном состоянии. Потом за ночь в нем что-то перетекло. По вирусу это больше. Утром он просыпается, вам кажется, что вы говорите с тем самым подростком. А это уже другой человек. Потому что в нем что-то перетекло, что-то выросло. Это повлияло на его мышление, на его эмоции. В общем-то, эта колба, как вы понимаете, одна из причин его таких ярких, бросающихся из стороны в сторону эмоций или аффектов, когда он вроде нормальный с вами разговаривает. Он вскочил, или убежал, или наоборот загрустил. Вот чтобы вы понимали, что с ним происходит. Читайте, это будет вам проще, что у него внутри его какие-то процессы перетекли, и появилась реакция. И отсюда следует правило для родителей. Узнавайте вашего ребенка, сына или дочь, каждый раз. У вас есть ощущение, что это тот же самый человек. И вы как бы пришли с работы, и это мой ребенок, я его знаю. Но это значит, что вы не используете вот эти знания. Потому что если вы будете понимать, что я ушла на работу, или я ушел на работу, вернулся с работы, там другой человек. Там не тот же самый Саша, Оля или как зовут ваш ребенок. Это немножко другой человек. И поэтому основное правило в подростковом возрасте это узнавать, а что с тобой произошло сегодня. И не всегда, вы знаете, можно задать подростку в вопросе. Знаешь, а что у тебя поменялось? Потому что он сам этого не знает. Но если вы со временем начнете как бы приклядываться к подростку, как бы подмечать, а что же с ним происходит? А как у него появилось новое качество? Может быть не качество, но какая-нибудь характеристика, да? Какое-то изменение. Тогда вы поможете подростку узнавать себя. Потому что если в нем что-то передвигают, подросток не всегда готов это признать. Или не всегда готов это принять. Он даже не всегда может это увидеть. Почему? Потому что у него 4 часа дня вот это появилось, в 5 часов вот это, в 7 часов вот это, он уже сам не знает, что у него происходит. Но для нас, как родители, это очень важно. Как бы приглядываться к подростку, приглядываться к ребенку и пытаться понять, а что с ним произошло сегодня? А какой он стал? Это немножко отличается от подхода, когда я как родитель говорю себе, я знаю своего ребенка, я точно знаю, что с ним. Это не прокол. И тогда очень важное правило следует понимание, что подросток живет здесь и сейчас. Здесь и сейчас. Это не всегда удобно. И многие даже говорят, вы жили здесь сейчас, думая о будущем, но для подростка это против его возрастной нормы. В каком-то смысле. Подросток в каком-то смысле не может думать о будущем, потому что все его как бы состояние, оно про сейчас, про то, что с ним происходит сейчас. И если он и может думать о будущем, но только при одном условии, когда он точно понимает, какой он сейчас. И родители могут ему в этом помочь. Вот я вас призываю понимать подростка. И в будущем видео я вам расскажу еще про особенности, как его понимать, как самобеседовать, как использовать знания про Бог. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!